И, ну, я надеюсь, что добьем у меня шкулары. И после еды капучино пить не надо. Желаю. Готовность, она доходит уже вот здесь. Ребят, всем привет! С вами сегодня я опять, Артём Персейский. И удивительно, да, неожиданно. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня должно получиться очень крутое видео и очень вкусное. Давайте я вам вкратце расскажу, что к чему, где, куда я приехал. Я уже приехал. Я приехал к своей очень-очень хорошей знакомой итальяшке. Я её называю итальяшкой. Вообще, это моя коллега, мой друг. Её зовут Алёна, она очень крутой переводчик. Она итальянист, так можно сказать, я не знаю или нет. Очень хороший человек и очень вкусно готовит всё итальянское. Прямо она вообще маэстро. Прямо вообще перфекто, белиссимо. Эй, это итальянское. Кто не знает, я большой поклонник не только итальянской культуры, но ещё и итальянской кухни. Так вот, я приехал к ней сегодня готовить. И этого видео не было бы без ещё одной хорошей моей знакомой, которой я прям обязан передать привет. Алиночка, значит, вот ты спонсор этого видео, реально. Я объясню, почему. Потому что Алина не кушает то, что она мне подарила. А я не умею готовить то, что она мне подарила. Поэтому я решил взять то, что она мне подарила, и приехать к Алене. Сейчас я вам покажу, что она мне подарила. Вот такую пасту. Вот такую. Это не просто паста. Значит, это паста тольятелли. Я так понимаю. Я так понимаю. Сейчас у Алены ещё уточню, когда я приду к ней, правильно ли я это называю и всё такое. Это паста. Знаете, почему она такая красная? Потому что она с вином. Она как бы с вином. То есть там уже вино, понимаете? И Алена сказала, что сделает очень крутой соус. Конечно же, я вам всё подробно расскажу про соус и как это готовить. И, в общем, с комментариями. Это такая будет рубрика смак у меня. Должно быть интересно. Оставайтесь, не переключайтесь. Всё. И вот она там стоит. Я уже сразу... Тебе помочь с пакетами надо? Да. Давай. Самый тяжёлый. Самый-самый. Всё, погнали. Так, ребята, я уже пришёл к Алене, значит, как вы догадались. И пока она там делает все приготовления на кухне... Смотрите, кто здесь... Что это такое? А, она хочет... Э-э-э-э... Так, я понял. Э-э-э-э-э... Ничего себе! Ты желаешь быть глаженой, помидорка? Ну, он знает... Слышите, как моркает, слушайте? Офигеть! Вот, вот эту пушистую штуку Кисильда хотела... Сдербанить. Да. Ален, пришло время рассказать, что мы будем делать вообще с тобой, как это называется и... А, нет, прощай, сначала... Есть кошачий корм. Она шутит, не обращайте на неё внимания. Что вот это такое? Это макарохи с винищем. То есть там прям реально вино? Там реально винище. Но это будет вкус вина прямо? Да, но настоящий вкус вина здесь. Что ты пьёшь? Ну, я хотела купить итальянское, но так как сегодня не нашлось Сан-Джуэзи, которое мог бы быть просто сухим, а не полусухим, я купила божиле, но не нуба. Божиле? Это же французское божиле. Да, но придётся пить француз. И, Алёна, сразу хочу тебе сказать вот что. Тут написано 4-5 минут аль денте. Давай мы хотя бы 6 или 7 минут сделаем. Ну, потому что вот это... Они были разварены? Да, как я люблю. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Хорошо, рассказывай, что у тебя есть и как это всё будет... Давай вкратце хотя бы сначала вообще. Как это называется и какие ингредиенты, что ли? Мы будем делать сегодня пасту с колбасками, так как она с вином, соответственно, к ней нужно подобрать мято, но красное, поэтому мы будем делать пасту с колбасками, с помидорками и с сыром, естественно. У тебя здесь есть сыр вот этот, да? Ну да, но мы, наверное, ещё по трём обычного пармезана, который запрещённый. Это я так, я вкусно, что называется, ещё припеку. А вообще мы с Алёной законопослушные граждане, вот, поэтому... Запрещёнка. Что ты тут разговариваешь про запрещёнку, я не понимаю вообще. Запрещёнка пользуется и редко, но не освещается. Да, вот, но есть контрабанда кое-какая, но ничего страшного. И не удивляйтесь, что в эту пасту идёт белое вино. Прямо внутрь? Да. Так оно же с красным вином. Да, но туда нужно добавить бокал. Ну, не бокал, а чуть-чуть, вот на донышке. Алена, ты должна комментировать прям вообще всё, что ты делаешь. Погнали. Мы сейчас будем готовить соус, соответственно, мы закладываем чесночок, лук-шалот, чтобы он не был такой ядерный, как обычный лук. Я вам покажу, как он выглядит, когда он не разделан ещё, а выглядит он примерно. Вот так, вот такой вот маленький лук-шалот, как называется. Вот он. Потом мы сделаем, соответственно, соус. и начнём закидывать нашу пасту, чтобы её вазить. Соус будем делать из различных травок. Травки, на самом деле, нужны только для вкуса, поэтому мы чисто так закидываем, потом это всё вытащим. Так, а что за травки-то, скажи? Так, здесь у нас, ну, все его знают как чебрец, собственно. Это розмарин, и это красный базилик, и немножко петрушки. Вот, и сейчас я ещё буду помидорки и сами колбаски туда добавлять. Эти помидорки я ошпарила, чтобы снять с них кожуру. Это какие-то грунтовые, да, и там... Ну, просто маленькие, называются по-итальянски чельеджини. Это, ну, переводится, собственно говоря, как помидоры черри. Они похожи на вишенку, на черешенку, поэтому называются чельеджини. А скажи вообще, что мы готовим по-итальянски, как это называется? Ну, какое-то есть название у этого блюда? Паста албаро... Что там у нас? Тальятелли албаролу кон ле сальсичи и ла сальса аль помодоро. Красиво, да, черт поверила? Даже вот звучит красиво. Ну, конечно, так мы будем с вами сегодня называть наше блюдо. А, я так понимаю, готовим мы на троих, смотри. Конечно, Кисенька участвует. Слушайте, она так смотрит. Это же моя девочка. Она любит с нами всегда, она в целосем участке, да, малыш? Вот, соответственно. Сейчас мы это все очистим потихонечку. У меня кипятится водичка для того, чтобы закинуть тальятелли. Сейчас мы очистим помидорки. Немножко ароматного соуса. Ну, как, вот наливаете обычное мисковое масло. Можно даже, кстати, побольше. Не сильно на большой огонь, просто чтобы это ароматизировалось все дело. Вот, потом какие-то травки, типа розмарина, можно вытащить, потому что на вкус он сам по себе не очень такой вот, как я очень послушаю. Ну, можно чуть-чуть, чтобы хотя бы душок был такой, да? Да, душок был, потом мы его уберем, соответственно. Вот, ну, кому нравится его оставлять, можно, конечно, и оставить. Так, подожди, а что вот вообще, вот это что, это соус сначала или что это? Это сейчас, так сказать, начало соуса. Мы сейчас пожарим все вот это, потом уберем травки, добавим помидорки, потом добавим колбаски, и это уже будет, считай, наш соус, собственно. Еще там обязательно нужно покачивать вина, который мы добавим. То есть вот прямо сюда мы будем это белое вино добавлять, да? Да, прямо сюда, ну, там на донышке немножко. Это же не для алкоголя, но, так сказать, в истории, а для вкуса. Вино, кстати, вот это итальянское грилло, я его очень люблю. Оно очень вкусненькое, сухое, белое, легкое, минеральное. Так что, если кому-то нравится, то есть... А какое у тебя масло оливковое? Есть какое-то фирменное масло, которое тебе больше всего нравится? Ну, вообще, из того, что у нас продается, вот, де чайко, она очень хорошая. Ну, им пользуются в итальянских ресторанах наших. Собственно, это привезенные из талии, такой наборчик. Ну, это чисто спрей такой, как для салатиков, или так, сверху немножко добавить. Сейчас на де чайко мы делаем. Де чайко. Де чайко была тут недавно раскладажа, оно не дешевое, к сожалению, да? В Италии оно, естественно, стоит дешевле 20 тысяч раз. Вот, но была распродажа, я себе вот позволила приобрести бутылочку, поэтому масло де чайко. Собственно, вот, сейчас мы будем вытаскивать оттуда травку. И уже продолжим. Ну, я вот еще розмарин, наверное, потому что он самый такой неприятный. По консистенции он похож на елочку. И вытащу тимьян. А вот эти вот маленькие можно и оставить, ничего страшного, собственно. Чеснок можно тоже, соответственно, оставить. Хорошо, Алена, скажи, а если вот у людей обычный лук, он сюда катит? Ну, катит, но он просто будет по вкусу, ну, у него будет более сильный такой привкус лучной, чем от шалота. Шалот, он такой лучной. Такой послабже вкус. Вот, не так сильно отдает луку, что называется. Ну, любой, вообще можно порезть, хоть, так называемый. Так, добавили мы томаты, значит. Да, томатиков немножко добавлю. Нужно их разбомбить? Ну, да, так чуть-чуть, слегка. Они сейчас сами разбомбятся. Есть у меня еще одна идея костю сюда добавить, не знаю, я пока подумаю. Давай советуй сейчас со мной, не то сейчас ты как добавишь, что-то. Каперсы. А, каперсы давай, можно. Любишь каперсы? Да, да, да. Можно в конце парочку добавить. Если я найду, у меня где-то баночка есть, если она вообще. Еще жива, запасы стали. Да, еще есть маленькая баночка каперсы. Знаешь, что такое каперсы? Ну, слушай, я знал, но я забыл. На самом деле, такое растение, это бутончик, цветочек, да? Вот он, когда бутончиком таким еще маленьким растет, его можно маленьким брать, можно чуть больше уже. Ну, в основном, кстати, к мясу он хорошо, витайлов он натушник хорошо получается. Таких, по-моему, можно и так кушать, да? Ну, можно, да, можно съесть там пару кусочков с какими-нибудь закусочками, то есть, пожелать. Так, я перехожу к колбаске. Так, а что это за колбаса? Ну, вообще, в итальянском рецепте идет сальсича тоскана, вот, это свиные колбаски домашние, вот, в общем, в кишке натуральной. Ну, мы возьмем сегодня тоже подобные же колбаски. Если у нас тоскана нет, у нас тирольские. Сейчас тоскана у нас нет, будет тирольские. Ну, в общем, главное, чтобы они были мясные, можно из разного вида мяса, в общем, кому как нравится. Ну, так вот закидываем их пока. Прямо уже можно? Можно, конечно, можно. Надо же соус готовить, колбаски начать нашего кухня. А вот то, что там остается, вот эти, типа, такие, это обертка или нет? Это кишка натуральная, вот, это не обертка, это все. То есть это можно кушать точно, да? Натуральная кишка. То есть еду. То есть, если бы я ее не резала, она осталась бы такой, как оболочки. Это все натурально, мы это не убираем. Ну, чтобы лишний раз берется. И сколько это должно готовиться? Сколько это должно готовиться? Ну, во-первых, сейчас должны прожариться колбаски немножко, но не до конца все равно, потому что, когда мы положим под опачку... Это сыры или нет? Конечно, сыры. А, они сыры. Это сыры, это не полуфабрикант, точнее, это полуфабрикант, потому что они уже сделаны, их можно сделать домашним виде, что называется. Но, они, это не сосиски, короче. Понятно, все. Это мясные и колбаски. Теперь понятно, что я только сейчас допер, что... Это мясные и колбаски, это не сосиски. А для пасты еще родовато, да? Ну, мы сейчас закинем, и мы просто должны прожариться колбаски, и смысл сейчас варить пасту. Она иначе может перевариться, несмотря на то, что не собираются ее есть. Альденка переваренную ее тоже есть не стоит, как детском саде. Нет, серьезно, а как эти итальянцы, вот когда она такая твердая, и когда прям вот к зубам прилипает, это же не вкусно. Она не такая твердая, как если наши макароны творить, потому что ты делаешь из твердых торцов зерна, и ее твердость, она как бы нормальная. Она не является вот этой твердостью недоваренности. Это нормально, но наоборот... Ну, ладно, ну хотя бы пару минут поради меня, подержи, подумай. Я подумаю над этим вопросом. Она подумает. Вот еще она здесь босс, конечно, но... О, мы же с тобой пытаемся сделать какой-то итальянский вариант. Что же мы будем? Совсем-то на русский, так сказать, в пусы переходить. Сейчас попробуем, посмотрим, что получится. Мишка еще подождем. Чего? Киса уже все, Киса уже желает. В принципе, можно закидывать пасту, потому что пока чуть жарится колбаска, все влезет. Турист, на, подожди, по поводу пасты. Стоп, ты сейчас кипятила воды, что так мало? Она уже просто выкипела. А этого точно достаточно будет водички? Ну, мы точно добавим. Она выкипала было больше. Сейчас как раз еще покипит. Ну, все остальные вещи можно добавить уже после. Соль, там, перец по вкусу. Когда в конце уже, где-то тем, как выложить пасту, мы будем добавлять все остальное. Пока можно. А, ла вастро салуты? Это что такое? А, кто мы с тобой так долго знакомы? Ты до сих пор не выучил, что? Ну, за наше здоровье? Да, ваше. А, вастро. А, точно. Вастро салуты. Силочка, вастро, поиспасу. Ну, поиспасу. Ну, все, понятно. Семен, Семен. Вот, сейчас мы закинем пасту. Я думаю, что мы сварим все, потому что смысл. Покажи мне тогда. Хотя, смотря сколько там. А, ну да, 250 грамм. Это, собственно говоря, как раз порция у двоих. Потому что в рецепте идет где-то 100-150 грамм на человека. Ну, в принципе, просто. Порция на двоих, поэтому мы ее туда и закинем. А батону останется еще не будет? Батон, я думаю, макароны есть не будет. Мы ему потом положим нечто более вкусное по вкусу батона. Понятно. Окей, значит так, пока тушится соус и закипает... Ну, водичка вот уже, кстати. А, уже? Ну, у меня индукционная плита, и мне есть некий плюс. У нее индукционная плита, Сеня. Нет, просто есть в ней минусы и есть плюсы. Минусы в том, что нужна особенно посуда для нее. А плюсы как раз в том, что можно очень быстро все приготовить. Вода закипает нормально. Вот смотри, ну вот, чем я, пожалуйста, как холостяка, как правильно вот прямо пасту именно варить по-итальянски. Значит, вот закипает вода. Так как у нас в соусе тоже будет соль, немножко ее будет, я ее чисто так, ну, слегка, наверное, закину. Так, далее в нашей программе я добавляю оливковое масло, чтобы макарошеньки не слиплись. Ага, то есть прямо вот пока что их еще там нету, да? Добавляю еще что-то оливковое масло, после чего, аккуратно по тоннчику, по тоннчик, мы их называем макарошки, которые идут обычно у нас в суп. Так это они? Нет. Это называется... Тольятелли, по-моему. Тольятелли, да. А вообще вот то, что мы называем макаронами, это по-итальянски название паста. То есть вот это все паста. Паста это вообще тесто, переводится. Это паста. Вот этот вид называется тольятелли, а есть еще вид маккеронии. Понятно, то есть мы вообще питаемся VIP пастой. Да, у нас VIP паста, конечно. Осторожно, сзади у тебя. Я вообще максимально осторожен. У нее хвост прямо там. Все, понял, понял. Ну вот мы, собственно, сейчас... А ничего, что она и не погрузила. А, ну извини, она сейчас уварится и погрузится. Так, как ты просил? Значит, ты сказал, что там написано 6 минут, да? Нет, там написано 4-5. 4-5. Ну давай, вот мы с тобой делаем... 7? 7, да, наверное. У-ху! Мы сделаем 7. Все, ждем. Ребята, ждем 7 минимум минут. Так, докладываю последние новости с поля кухонного. Уже прошло 5 с половиной минут. Я пытаюсь как-то заговорить Алену еще буквально какой-нибудь анекдот. Можно ей что-то рассказать, чтобы лишние 2 минуты... Важный момент. Так. Для того, чтобы потом приготовить соус, мы с вами сейчас зачерпнем воды, в которой варится паста. Потому что там остается крахмал от пасты. И он нам поможет для того, чтобы соус загустел. То есть, когда вы варите, не стесняясь, закидываем туда кружечку, набираем... Ну, можно было кружечки, сколько получится. Вот такой вот водички. Можно побольше. И оставляем для соуса. Офигеть. У нас красная, потому что макарохи-то у нас с минцом. Офигеть. Теперь мы, в принципе, сейчас уже будем перекладывать все. Сейчас мы сразу туда добавляем белого вина. Куда? А сколько? Ну, можно на глаз так, на самом деле. 50 грамм? Чуть-чуть. Это для вкуса. Нет, это повторяется. Ну. Ты, наверное, хотел, чтобы они еще поварились, но они не будут вариться в соусе. Пробуйте. Они будут довариваться в соусе. Твердые еще. Чтобы в соусе добиться. Это настоящая паста. Твердые. Настоящая паста. Ну, смотри, прошло еще 2 минуты. Это как раз 7 минут. Переваривать тоже, Артем, нельзя, потому что это плохо. Мы закидываем их сюда. Значит, будет невкусно. Зачем нам? Невкусная еда. Ну, кстати, действительно, на двоих. Я думал, что их будет много больше. Они поварили много, а на самом деле вообще немного. Так. После чего мы подмешиваем все мероприятия. Нашим соусом. Можно, кстати, соус добавить. Сейчас мы добавим туда то, что у нас оставалось. Точнее, вот из этой водички, да, то, что мы брали. Ну, просто я почему налила сначала, потому что ноги сразу сливают. Я сейчас, Вячеслав, такой лофаточкой, но это не сливала. Пол кружечки, да? Ну, да, можно. Пол кружечки достаточно. Вот, сейчас будет все готовиться. И вот твоя готовность, она доходит уже вот здесь. Если мы их засунем туда. Ах, вот так вот все это делается? Совсем, конечно. Если мы их засунем туда совсем разваренными, то сейчас у нас получится вместо этого каша-мала. А так они еще имеют возможность здесь потушиться. И прямо вот эта жидкая, это то, что ты сейчас туда после макарон вылила? Да. Ну, ничего себе. Некоторые сначала солят соус, я по-разному. Я иногда сначала, иногда в конце. Но так как мы сейчас имеем возможность еще раз, скажем так, дотушить, я сначала вопреку все, и потом вопреку. Они были не очень соленые, конечно. Еще, конечно, лучше всего пользоваться морской солью, но сейчас у нас ее нет. Можно попробовать сам соус и понять, достаточно соленые. То есть, ты жидкость, которую, да? Да, да. Потому что вообще, имейте в виду, что еще катерсов мы сейчас парочку кинем и пармезаном. Они тоже соленые? Соленые, конечно. Давай пармезаном называть, а придумаем какое-то другое название. Ну, на самом деле, я туда, именно в пасту, я потру тот, который запрещенничка. А посыпем мы тем, который не... Ты меня шучу. Те, которые не есть, и не взяла по-разному. Вот так вот это выглядит прямо с полужару, прямо со сковородки. Алина, может, сейчас прямо сразу говорить, что ты делаешь, но на итальянском? Алина? Коттуре на дне, нам не нравится, поэтому мы должны выбрать одну структуру и найти лучшую soluцию. Теперь я приготовлю... Она крутая, да? Вот я просто ей восхищаюсь вообще. Все, давай больше не на итальянском, потому что я себя неудобно чувствую, и там люди ничего не понимают, наверное. Я надеюсь, что люди будут учить итальянский, раз уж им нравится, как готовится итальянская еда, как готовится итальянская еда. Кстати, Алена преподает итальянский. Это, правда, стоит дорого, но... Но качественно. Не качественно, но продуктивно. Вот то слово, которое я подыскивал. Реально. Людей ставят на ноги за сколько? За полгода? За полгода, да, но есть одно но. Не скайп. Не скайп, да, да, не скайп. Тоже не люблю скайп. Я почитаю лично вообще. Возвращаемся к нашим... Значит, ты прямо туда? Я просто думал, если честно, что на готовую уже... Есть варианты, когда на готовую, но вот у нас есть посыпочка специальная. Есть варианты, когда добавляется туда. Так как нам нужно еще немножко со соли и вкуса, мы добавили туда. Сначала, а потом, если хотим, еще сверху на готовую. Кстати, не все пасты требуют того, чтобы их посыпали пармезаном. Например, если вы берете рыбное блюдо, рыбную пасту, то пармезан сыпать не нужно. Как не нужно пить капучино после еды? А почему нельзя капучино? Потому что в капучино содержится что? Молоко. Оно само по себе достаточно тяжелое. И после еды капучино пить не надо. Итальянцы не пьют капучино после еды. Только эспрессо? Да. И когда итальянец говорит un caffè per favore, то есть кофе, пожалуйста, это подразумевается только эспрессо. Когда мы говорим в наших ресторанах кофе, тебя начинают спрашивать капучино, латте и так далее, это неправильно. Потому что кофе это только эспрессо, а все остальное это кофейные напитки. Но у итальянцев есть еще один маленький секретик. После еды они пьют limoncello. Кстати, не только limoncello. Ну да, это тоже. Потому что есть aperitivo, есть digestivo. Digestivo это вот может быть какой-то ликер, это может быть, кстати, не обязательно limoncello, это может быть grappa. Это может быть... Grappa это итальянская водка. Это может быть ароматзотти, это может быть какой-нибудь мирто. То есть на травках что-нибудь, что помогает переварить. Или гермейстер. Ну да, кстати, гермейстер тоже. Ну вот, собственно, наша паста практически... не практически, а готова. На мой взгляд, пасоль отлично. Да? Ну, если что... Я верю тебе. Да. Если что, она всегда еще добавит. Ну что ж, отмедуем наше вкусняшество. Опа! Все, макарова убежала. Сейчас. По-моему, тут все-таки на троих. Ну, не знаю. Я не ела сегодня весь день, поэтому мы совершенно спокойно с тобой вместе все сидим, так как тебе. Миф о том, что девочки мало едят. Разве им только что? Девочки едят, как нормальные люди. По сейму. Я точно так же себе палову. О, ты слышала? Мяу! Да, кисонька пришла. Батон как чувствовала, что, как бы, тут накладывают. Немножечко останется для добавочек, если кто-то из нас, это будет неприятно. Пока что доставим. Если кто-то из нас, то есть я... Может быть, я. Все может быть. Батон аккуратно. Значит, а что у нас здесь, собственно, значит, смотрите, как вот тут все засервировали. Я выпиваю пивко. Это моя порция. Это пармезан. Ой, нет, это не пармезан. Ну, это грана. Это тоже... Как называется? Грана. Грана-падана. Это тоже вид твердого сыра, как пармезан, только просто из другой области. Потому что пармезан, на самом деле, это название... Ну, как, в общем, парма. Это название места, где это все делается. Это чтобы господа нам дала спокойно поесть. Ну, и, конечно, если это приятный салфетчик. Да. Так. Ну, что ж. А, во-первых, давай. За нашу встречу. Ребята, но выглядит 10 из 10 на запах. 10 из 10. Я вот, знаешь, что хочу понять? Пахнет ли вином? И чувствуется ли здесь вином? Я думаю, не сильно. Ну, это же все-таки паста с вином. Не, ну, она будет, конечно, иметь какой-то такой определенный привкус. Но если бы мы ее сделали просто с оливковым маслом, наверное, это чувствовалось бы больше. Так, ну, поехали. Ну, по соли, по крайней мере, мы попали. Дело почувствую. Но она не пересолена, слава богу. Ну, вина, я думаю, ты сильно не почувствуешь, потому что у нас есть соус. А вот откуда такой немножко кисленький вкус? Ну, во-первых, это от сыра, потому что все соленое. Мы говорили, там, может быть, такое кисленькое. И каперсы. Каперсы. Так, видите, еще вот это, что надо попробовать. Ребята, как можно на камеру вот описать вот эту вкуснотищу? Типа, какими словами? Манифико, перфекто. Манифико, перфекто. Белиссимо. Белиссимо. Ла фине дель мундо, говорят. Ла фине дель мундо. Как тебе мой пронанс? Мундо только правда испанское. Мондо итальянский. Мондо. У меня все время испанский проскальзывает. Я тоже хочу. Угу. Нет, я довольна результатом. Ребят, очень вкусно. От слова tutto. Тутто это очень? Тутто это все. Молто. Или танто. Молто. Молто буона. Молто буона. Окей. Чин-чин? Чин-чин? Алена, ты вообще... Очень вкусно. Молодец. Молто бон денте. А вот это что, черненькое? Это базилик. А, подождите, самое главное, стойте, не аль денте. Мягкое. Мягкое. Ну, мягкое. Я же тебе говорю, оно доварилось уже, когда мы соус с тобой доделывали. Когда залили вот эту водичку, которую мы взяли, макароны. Она, в принципе, доварилась. Но вот когда ты мне давала попробовать, они были реально жесткие. А теперь представь себе, если бы я их вытащила вот такими. Они бы превратились сейчас полностью в кашу. Поэтому их и нужно делать аль денте, потому что по факту они доготавливаются, довариваются на сковородке. Ребят, это все Алена. Она вот такая молодец. Ссылку на инстаграм оставляю. Да, на инстаграм можно оставить. Да, можно подписываться на нее в инстаграм. С удовольствием получу новых подписчиков. Да, рекомендую. Прям вот мой хороший друг и еще и кулинар, оказывается. Вот чувствуется душа итальянская в этом блюде. Главное, чтобы было с душой, это правда. Да. Но может тебе еще винишко помогало? Без него вообще дело плохо идет. Кстати, несмотря на то, что оно французское, опять-таки развеем миф. Многие думают, что существует только бужеле, но вон. На самом деле нет. Есть просто бужеле. Собственно говоря, это оно. Очень вкусное вино. Красненькое, легенькое, нетерпкое. Она знает толк в вине, поэтому... Да, вполне себе такое ягодное. Потрогай. Потрогай. Потрогай, попробуй. Да. Вот. Очень такое приятное. Ну все, наверное, да? На сегодня. Мы сейчас будем кушать. Уже без вас, чтобы у вас тут слюнями не это... Да. Всем спасибо за просмотры. Еще раз свою Алену инстаграм я оставлю в описании. Если вы вдруг на меня не подписаны, подписывайтесь. Здесь лайк, комментарии. Может какие-то есть, помимо комментариев, замечания, дополнения. Или вопросы. Или вопросы. Я буду с тобой там, если какие-то вопросы в комментариях. Я тебе тут труду, да? Ну да. Тем не менее, главные вопросы к Артюму, естественно. Его же блог. Его же блог. Как по-итальянски сказать, увидимся в следующем видео? Ну да. Увидимся. 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 Спасибо всем большое. Увидимся. 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 Увидимся.